здравствуйте дорогие друзья в этом видео хочу показать вам как приготовить очень вкусную икру из кабачков это икра все сделайте по моему рецепту она будет намного вкуснее магазинной икры сейчас скажу основные ингредиенты из чего состоит наш рецепт 6 килограмм кабачков желательно кабачки чтобы были не перестаревшие не перезревшие нежные такие которые не имеют еще толстой шкурки и застаревших семечек кабачки должны быть молодые потом один килограмм лука и все это перекручиваем на мясорубке получается вот такая вот у нас штучка масса вот такая вот перекрученная затем добавляем в эту массу один стакан сахара 2 столовых ложки соли и одну банку соуса краснодарского обязательно надо ложить соус краснодарский потому что пробовали другие соусы но чуть-чуть не то получается слава богу у нас в украине с краснодарским соусом проблем нет поэтому мы всегда придерживаемся рецепта и ложим именно краснодарский соус и ставим все это на небольшой огонь с момента закипания будем варить три часа и вот у нас все уже в кастрюле соус краснодарский банка два стакана сахара и две столовых ложки соли теперь все это стакан сахара извините теперь все это тщательно перемешиваем в кастрюле и с момента закипания варим три часа и так друзья прошло три часа после того как мы начали варить нашу икру и через три часа она имеет вот такой вот немножко коричневый цвет немножко подкипает и сейчас мы будем ложить сюда майонез 40 градусов 40 процентный банку томатной пасты и стакан столовый стакан подсолнечного масла положили в нашу игру пачку майонеза полулитровую банку полулитровую томатной пасты и выливаем стакан подсолнечного масла после чего все тщательно перемешиваем и вот после этой процедуры мы продолжаем варенье наши игры еще в течение часа и вот прошел один час после того как мы добавили майонез томатную пасту подсолнечное масло и наша икра приобрела вот такой цвет медленно помешивали и и конечно но вкус вообще необычайно магазина и 3 такой я никогда не встречал такого вкуса и сейчас мы ее будем снимать с огня и закрывать пол-литровые баночки единственная фишка которая здесь у нас есть это когда наполняем баночку но естественно простерилизованная баночка крышечка тоже набрали икрой баночку и сверху налили чайную ложку обычного уксуса вот это необходимое условие для окончания приготовления кабачковой икры все попробуйте жалеть не будете всего доброго до свидания до новых встреч субтитры 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 субтитры